Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала в мире шестой цивилизации. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Что-то индусы нас жёстко в религии попёрся, да? Чё, Лёша, будешь Киото отбивать? Ну а что делать? Я сейчас четыре кавалерии куплю. И что? То есть ты считаешь, это должно... Ну как бы это, мне кажется, немножко бессмысленно. У меня и так в семье сферы вход. А пикотинцы нормально пробивают города? Ну если ты я тут подкатишь... Простой вопрос, куда подкатывай? Да я через границы... Лёша, то через твои границы придётся идти? Да. А там узкий проход такой. Да. И войска тут уже не... Не... Не подкатывайся. Я не успею подойти. Я даже не успею подойти. Там я зашел. стоять да блин и не убил хрень какая-то ты чего убился об моего об моего арбалета что ли кстати я заметил что тут раненые юнита особенно красные очень очень большой ну во первых они сами по себе урон мало дают во вторых получают очень большой урон так что ранеными тут как-то напряжено торговать воевать ну и понюс мураев такого был такого минуса нет ну сушь тюмени уже к сожалению прошлое это пошло несчастье и караван не разграбил воевали бы на другом было бы круто так делаем ставки есть у меня уголь или нет у меня угля как а уголь тут зачем от игрок давайте возьмем раненос строительство ну очень важный ресурс ну почему например у индии один город на воде ну а слава были настойно не могу покупать своих уникальных юнит не знаю кстати точно не можешь за веру покупать кстати у меня же манчестере твоя религия но я почему-то не могу вообще покупать ничего за веру это теократия это не религия теократия покупка юнитов за веру да жаль нельзя я бы своими уникальными вообще поразвлекнулся ты спокойно можешь поменять же сейчас это свое государство управление за деньги и все идти в теократию на купать юнитов за веру и шагать ты мне говоришь да как мне такого основа понтон да во-первых меня нету столько веры просто сколько у французов начнем с этого и понес ты там борешься да ну слегка маленькому не сильно ух ты китаец вот так вот как попасть я говорю что мне компьютер шпиона сделал поле ну блин простите он посчитал тебя главные угрозы похода ну это он правильно тут же промоушен был у этого типа где он тут мой юнит показывает а где его ушечки подошли прости меня не хватило немножко времени чтобы построить взлетную полосу на что ты уже в полете не ну я открыл самолеты но у меня районы все забиты прямо и нет возможности блин офигеть его там конечно далеко ну отходи божишь ты мой обалденная конечно война русская не понял что за пушка воевать что ли хочешь да зачем тебе это я тебя одной пушкой умотаю в одной пушкой умотаю я вижу еще одну пушку например обстрел я думаю пехотинцев ты побоишься потому что не как-то посильнее твоих будут гранд империаль какой там бонус расскажи у твоих этих уникальных юнитов француз плюс 10 боевой мощи если воюю на континенте а где моя столица отлично а у меня у моих уникальных плюс 10 если на другом континенте но так как тут один коротко да пара пара пам еще закончится она будет думать как от этого реально избавиться всех невзгод что мне война это принесла лёша ты манчестер и оружие построил да блин француз но я готов с тобой замириться потому что я тут боюсь что против своих этих уникальных юнитов это трындец но тебе и пониже говорит что ты тут захватишь у тебя будет так большие проблемы со счастьем если ты будешь со мной воевать дальше и захватывать мои города это ну там ребята улетят но это понятно посмотри японец японец тебя захватил и ничего не получил из-за этого вечера кажется что у тебя тоже будут проблемы сейчас буду разбираться я вам давай замерим там штрафы сейчас не пропадают да только мы не можем замерить все пропадают надо ждать тогда не нападай на меня окей у меня тут варвары кстати мои уникальные юнит русские объединены значит война через два-три хода это не варвары а партизаны у тебя появились через пять ходов после обвинения можно это объявлять официальную войну такое обвинение я просто сказал не шпировый за мной ну повод для войны неплохой пушкой против пехоты так ну раз мир можем продолжить я серьезно собираюсь дальше развития что-то мне кажется что тут не получится полностью кого-то вынести вот ты сейчас француз что пойдешь японца до конца до конца выносить ну данная а те не конечно ты получишь такой штраф ко всему этому потом что ну блин тгг для тебя будет но вот сейчас проверим это меня это игра как бы тестовым нету не принципиально равно цивилизация не в том состоянии чтобы серьезном уровне играть я проверил все очень плохо и мне эти юниты достроим разграбил надо починить о давай индус апостольские воины это весело да вы там кстати у себя это ереван не нашли нету ереван а то просто такая имбалансная гэгэшка которая как раз таки позволяет победить религиозную победу что вы делаете западу а ты у этих у апостолов выбираешь любое повышение когда являешься сувереном ереван то есть там самые имбовые это плюс 20 к теологической битве потом распространение других странах других государствах утроенная ну и там еще бонусы есть довольно таки приличные а вот эти вот рандомные они довольно таки слабые сейчас построить арбукса и будет там театральный я первую игру когда играл на огромной карте так пришел к религиозной победе с помощью этой игры я за конга сделал культурную победу 1 не я не про культурную говорю я вообще я про первую эту типа культурная моя за конга а чё там у конга классного больше культуры верили гиды все больше короче только с религии не у него не идут в начале и вначале рубиться на территории по жесткому и злиться паралеке чистера 3 сплему то кто еще из лондона немцы но вообще от реки вот у египта интереснее вот не то есть колесниц у меня по идее должны быть им головы шумеров записано что самый сильный юнит рану шуми я рада очень сильные вот эти вот колесница у индии слоны очень сильные ну да у египта слоны сильные муски все вообще там скифы как гуны стали вот реально хочу ты не воевал тогда индусы слонами я пока дайду слонами до городов америка кстати неплохая плюс 5 дает на своем континенте всем дюймитом ну грейки тоже плюс 10 церкви бонусы или габрика до плита построила нормально примем этот полосекс колониализм им течение узнав андву олдсу оригинейтет боже что это только лаки вот это вот партизану трындец очень наслаждайся то есть военные победы как тут побеждать тогда и не понимаю ну во-первых не объявлять войну вот просто так то есть надо объявить на все-таки внезапно войну лучше как я сделал не надо делать потому что там штрафы за милитаризм 150 процент а ты еще не объявлял индии против идти когда-то я переживаю нити у тебя удвоенный штраф еще на прикольно странная особенность вообще типа удвоенный штраф еще за так театральную площадь можно построить здесь он блин уже минус пять у меня черт 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 это мясо кем-то видимо прекратились торговля в индии ничего нет с французами я не могу мир заключить вот китай предложение какое поменяться этими счастьем поменяться у тебя еще нет кое-что что пряность еще у меня пряность еще есть поменяться но у меня остальное не не по два и пони что это такое смысл это просто решили передать его выносит угроздают деньгах а у тебя около только киота появляются эти мудаки или около других сейчас только около киота там вообще очень типа мало а сколько там несчастье минус 12 надо знать на каком уровне они появляются в париже сейчас сколько несчастья у тебя а везде этих минус 12 ну да не везде почти везде ну то есть у тебя сейчас в париже минус 12 да ну да ну понятно короче короче война войнушку они тут классно сделали а я думал у меня будет против тебя типа ну скидка что ты же мой город типа вжёгся нет ну да если бы ты продолжал с ним там постоянно его обвинял в этом знаешь а так ты смирился и все и типа вы дружочки пирожочки ну прям не и прям вот я думаю если бы я объявил войну японии сейчас как он мой союзник я тут наверное вообще просто захлебнулся ну а ты лежа кстати вот сейчас можешь объявить ему войну у тебя штраф за монетаризм за освобождение этих городов вообще не будет ну во первых я уже в войне с французом все еще мир не заключили ну да там в общем можно мир заключаешь а потом там есть возможность ну когда изучаешь дипломатическую службу там объявить войну за это за освобождение на том что называется речо я тебе помогу с варварами теперь японцу помогал теперь французу помогаю ну чё там как у тебя наук с культурой капает мало так какие у нас тут короче как ты вначале поставил города сколько территории отожрал по сути три лица по я могу освободить и чтобы испании было ну ладно сейчас такой появляется кто-то играл за испанию типа всем привет не ну почему из нас такой территории не кажется что просто тебе своих городов надо было меньше ставить если ты хотим например француза захватывать или у тебя там была куча счастье а смысла нет в общем ну как нету смысла вот чтобы не получать такое такое несчастье но это не решила но но было бы там ну ну снизил бы я на один максимум на два но сам у меня тем более редкие ресурсы они были все по два но за исключением тех которые мне там археологи не отправляют с запада где он высвы чихнул и дисконект на дине я чихнул кто-то чихнул и я дисконектнулся кто это сволочь зато очень не хорош сейчас захожу так слушайся как делать так чтобы караваны по морю ходили они по суху просто если надо по морю пойти они пойдут по морю вот и все он сам автоматом убирая короче еще надо ждать пальчик когда они вот эту вот херню пофикс потому что штрафы должны как бы сразу пропадать когда мир заключается не кстати не обязательно это есть в этом есть слойка некоторые штрафом как называется штраф за за что здесь полость от войны войны нет какая усталость ну была война они до сих пор узнавлено и усталость нет я тебе пример из истории просто приведу закончилась вторая мировая война и вполне могла назреть еще третье мировая там знаешь вот союзники но люди настолько во всех странах были истощены вот этой войной огромной что они все предпочли договориться между собой и это собственно держалось лет 40 вот это ощущение вот то поколение пока не умерло все предпочитали договариваться чтобы не дай бог опять не было войны потому что все помнили вот эту вот хрень которая происходила так вот считаю вот это тебе воплотили в игре потому что невозможно сразу закончить войну получив столько потерь просто нереально играть я думаю что вот это недовольство просто на какое-то определенное количество ходов тебе же объясняет проводи проводи пропаганду ты должен рассказывать внутри своей страны какой соперник это должен напасть твари ты должен там осуждать его периодически портить настроению тогда видимо нормально будет но при этом и соперник будет ожидать что ты на него нападешь согласен это согласен но блин должны они все-таки пропадать эти штрафы через какое-то время не так что вот они остаются и чувствами не сделал блин эти мои уникальные юницы почему они не изменятся рвать их еще больше становится а вот еще по и уникальное да они защищают тебя силуха но у меня тоже самое было там просто как только я мир заключил только разрушил там твой гор у меня с мадридом там сразу просто среди город окружен бы дали бы возможность вот так вот оставить город твой я уж не стал наклеить надо разбегательный комплекс строить иначе тут трындец начнется мобильное приложение 2gis один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествие в магазинах всех мобильных платформ так что я рад что это видео выходит при поддержке 2gis ну а вам пора на сайт 2gis.ru и скачивайте приложение под вашу платформу 2gis если быть точным ладно все всем спасибо очень интересная игра очень классный штраф за милитаризм спасибо тебе спасибо ну у него есть еще типа два города но это так это не столица у меня теперь три столица самом деле претендент на военную победу особенно ему надо вас захватить какая там военная победа он сейчас просто остановится в развитии все у него будет 0 науки 0 культуры потом лёша выходит в следующую эру и просто его спокойно захватывает без штрафа не на вас посмотрела что-то не хочу никого захватывать минимальное за освобождение там вроде вообще их нету в этом почитаю в цивике дипломатии дипслужбе вроде вообще нет за освобождение союзник штраф в освобождение нужно освободить они они себе забрать нет а ну да ладно знаете это сначала лёша захватит потом россия потом индия захватит их затем я и в конце я китай выиграл просто я самый левый хатташ край да да ты самом деле уже время так-то два часа я поспать лег на нас ламбак ну конечно завтра все готовы доигрывать завтра я не могу давайте они слушают лучше пятницу лучше в пятницу то есть пятница вечер или суббота вечер или воскресенье нет суббота вечер это воскресенье вечера до на 5 5 5 6 7 так да давайте даже лучше 7 8 8 позже потому что там 10 часов пятницу начинается уже в 10 11 где-то так надо где-то 7 до 9 идут вам часика два закончить уже тут я скоро выхожу уже в эту ядерную эру вот вам вот вам бабушка и китай вот там китай под напрягли бы как не хотите с ним повоевать по верхней ветки идет то есть у нее нету армии по хорошему свой совет армии ты подойди к моим границам посмотри я его обратил зачем мне воевать подожди зачем мне ходить к твоим границами достаточно открыть демографию навести на китай 336 сила у франции 1132 у меня 1100 у тебя нету армии еще обстрел них сколько рядом а ты лишь можно китай пойти ли он совсем далеко китай понимаешь он за индии и за россии я прощаюсь мне только одну сторону я построить великую китайскую стену вдоль моей границы все я могу просто там побежать к нему кавалерии чуть пограбить поделать но захватывать должны индус с русским короче я все делали когда делай сейф в общем я делаю это событие на пятницу 7 часов вечера так ну да всем спасибо за игру продолжим в 5 начать строить эти космопорты сила да 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 и забрали победы там между прочим пока ты строишь очень быстро можно тебя то есть это не тоже кати правильно сделали потому что как было в 5 ты типа строишь да и хаваешь эти все ну части чтобы потом как не запустить прочее а тут конкретно тут два первых этапа в любом случае тебя надо сделать а потом тебе помогает прощение бога и чудо на производство которое по моему лёш халецкий построил какое-то русская эта фигня на 1 очень имбово привет нафига при сейве появляется какие чудеса по вот нафигами стон хэнш опять знать пирамиды кто построил оракул что это зачем может и забыл конечно забыл все плохо то суши кстати ради миша ходил вот ходил думал там вот поэтому этих всех штрафов войны а ты можешь открыть в городе и посмотреть вот конкретно что там тебе пишут несчастье то ведь оконите расписать ну как-то расписано это все вот он вот я тоже пытался понять вот как бы 5 цивилиш было наводишь на счастье там все понятно было тут я думаю знаешь где надо смотреть вот открой город и самая левая вкладка таггл сити я открываю тут просто статус города и что дает это минус несчастье нет там же все расписано чего счастье отчего несчастья вот там от ресурсов 4 а цивили какой у тебя до 7 от усталости от войны и минус 7 от банкротства хорошо за банкротства у тебя минус по золоту что ли ну конечно мяш кучу юмид ну и то есть из-за банкротства еще минус 7 несчастье идет на это как-то скалируется по количеству минусов золоте я буду сливать юмид и посмотрим опять как сообщает что вишка так суши frosty dog какой-то мисс предложение пошли но я что-то походу закрыл просто даже не посмотрел у кого-нибудь ресурсы роскоши есть на обмен как бы кстати тоже редкие ресурсы они не поставили как в цирке а ты на удобном месте так что было видно было довольно есть почему не пишет ожидаем игрока ради миша показывает как будто уже все походили ну глюки очередного кстати я причем не походил например у меня тоже не ходили юниты я не помню я входил или не ходил так не тут некоторые или просто походили уже но ради миша сделал сейф такой момент а некоторые нет у меня сейчас все походили и выкинь фориге мыши больше ничего не происходит может тоже а все пошло так ну я объявляю динаумствить японца ой не японца а китайца буду пытаться ему гадить ну вот кстати при объявлении войны тут пишется ну во всяком случае в английской версии вот у меня написано я могу одной из наций объявить войну но у меня будет in in regions ну то есть вармонгер пенальти за то что я такой воинственный довольно высокий вот тут объяснение идет если вы прямо сейчас объявите войну то нормальный штраф усталость от войны увеличится на 50 процентов забавно что по ходу те кто играет на русском языке мне ваши лидеры на русском и пишутся то есть я могу сказать что египтянин на английской циве играет правильно да все так индус не один вопрос китаец русский и франк нет русский на русском а француз вот тоже на английском да рыди миша ну такой вопрос как строить эту китайскую стену потому что я построена на клетке улучшения улучшения как на 2 построить рядом перейти туда рабочим видимо нет не работает может я там какой-то улучшение уже есть тогда его нужно ставить лента на строится только если это твоя граница а то есть ты можешь только на границе стоит и не можешь понял понял спасибо везде археологически если я правильно понимаю стена должна давать еще какой-то призем только когда три более клеток так и для этого и не обрабатывать интересно в с в ты как его сюзерен лавенты вот если мы с тобой обменяемся я тебе кинул открытые границы будут ли открытые границы у лавенты мне не знаю они по моему были открытые уже нет у меня твои закрытые границы для меня короче прими давай еще обсуждаем прим пождя я может перепутал за а сорян я ганди не стоп кто союзник лавенты в с в с я тебе только что кинул открытые границы да они у нас у нас уже открыты да короче не работает это потому что лавенты у меня закрытый границ и кстати хоть это спрашивал про роскошь но тебе надо этот ну посмотри на что ты там можешь поменять я просто куча юнитов француза не на роскошь дамышка одному а все по одному тогда нечего менять до сути а так себе религия уходи с ней в другую сторону успеваешь всем походить я несу свет не надо леет у него кстати очень хорошая религия особенно для моих жирных городов 2 посланника у кого-то у джакарты перестал я быть с начнется ход надо посланников отправить и на улицу на чул сша мы настроим у нас же у англии двойная вместимость так махенджи дару 7 тут сюзерен япония 8 надо чтоб перекупить тут никто не сюзерен надо 6 давайте-ка в кумасе отправим стану сюзереном что он дает каждый торговый путь в город государства дает две культуры и одно золото за каждый район слушать это на самом деле круто будет пускать так что еще вот никто не сюзерену хатус и она дает стратегических ресурсов которых у вас нет давайте вот селитра появилась то есть я могу в принципе ну все равно я построю шахту и могу опнуть ушки мечников вот что этих не пока оставим в городах походил походил город этот лечится так этот хайтан стоит еще одна слушай француз когда уже у нас там мир будет я сам не понимаю главное не посмотреть вот я предложил еще ради было нельзя по моему какой-то глюк я только что распределил двух посланников и вроде у меня было написано что два посланника и теперь мне снова предлагают двух посланников я вижу что у меня там сидят куда их распределил что-то непонятно может что-то сделал конечно но так как веду к арена давайте арену что-то со счастьем печалька здесь археологом и здесь археологом или может тут тоже развлекать ионов нет отдельно это понимает чего нету меню шпионов нет есть почему устро появляется она появляется когда у тебя будет шпионы да куда у нас тут уже бегает из лондона 3 из примута 2 из манчестера 2 из лица 3 из манчестера на мою все на производство большей частью так теперь это дешево для жил он даже 2 пленашка ты хочешь раза больше ну вот видите 12 культуры она и 18 слушайте может отправить тем более лавента хочет торговый путь предложил это вот за счет того что я союзник того культурного этого стал так пока тут хоть закончим он закончил он закончил он закончил а да а а ну а а change the facts прошу прощения отвлекся немного так научную теорию открыли оксфордский ауксфордский университетку то строил я уже не помню я просто читает всякие войны что конечно хорошо так уже минус 2 давайте еще зоопарк построим к более-менее так здесь уже можно на рост не ставить хай будет производство тут производство но нафига тут рост стоит производство так и тяпнутые хлопок так а хлопок тебе нужен глянь с кем с кем этом хотел меняться что у меня есть возможность как бы сейчас обработать не сейчас со следующим ходом сейчас есть следующий когда у меня два будет я тебя сандр закину русский индус я вам посольство кинул тоже кин вроде о мир наконец-то моя великий маяк построил француз добил японцы до поздравляшки переделать непонятно ну и так и что там у тебя по несчастью везде от минус 7 до 0 на следующий ход должен изменить еще за города сжигать не очень конечно выгодно этот штраф тоже как в пятой цели я все оставил такой штраф зажигание городов и один не сжигал поэтому не могу сказать точно 1 пишет что типа пишет что большой штраф вы ван море ван вармонгерский штраф так что нас тут с китаем такие я могу ему войны объявить пока не висит вообще лёша пришел посмотреть на мои города да я смотрю ты там строишь стену не стену а из юнитов стенка да да подожди пока до петли как эту великую стену ставить что она хоть дает как улучшенный ford плюс еще дает культуры когда три более клеток но я с компом играл там китай был он ставил примерно там по три по четыре штуки не больше если он не замыкал не ну а как она защищает именно у юнит увеличиваются получать не увеличены как сказать плюс одно мощь увеличивается короче все самое легкое объяснение ну что блин жилье или лучше я могу просто поставить все вот либерализм и плюс одно удобство одно счастье типа каждый во всех городах как минимум с двумя районами то есть все города у меня будет плюс одно счастье но и жилье тоже с другой стороны неплохо на другой стороны жилье это влияет только на ну не трогай этот город но индус ну зачем ты так вот этот город оставь один православным ну индус ну пожалуйста покажите противный ставлю оставлю а мне индус очень нравится димс тигр классный чувак ну бальтворяется не попадай зачем ты так с моим православным городом я дам мульти религиозный китай зависим еще какой-то город там это какая там еще религия есть нас сейчас посмотрю зависиме кто-то и идуизм найти разная тебя что мне потом проще было против войсками я стигра отчета отказываешься и только и и к смене очень понятно чего там я эти посольство кидал и проход то чего отказался так эрмитаж нафиг надо а вот еще можно еще шпионов китайцу например посадить а вот тут археологи кстати и не строится так что вы мишки он и построить тут же у нас нет археологического музея блин сколько культуры дают теперь города государства обалдеть но я пока внутренние предпочитаю куча куча производства так с кем я еще пора обоследования заключается я заключу с удовольствием не надо с китаем заключать с кем договор обоследованиях и хочешь по внуке потянуться но я ну давай сначала посольство надо открыть друг у друга и потом могу заключить я денег нету интересно почему я не могу заключить мир с русским кто-нибудь в курсе что там влияет на научные договора посольство вроде есть я с египтом наверное дружбу надо еще объявить нас просто с очень дружелюбное отношение из индии китай и братья на веке господи и города сам нет монт-сен-мишель построен ты хочу потрясить как она влияет на апостолов чет нифига чуть нас с россией дружба и посольство не все никакой возможности россия в альянсе с китаем кучу там будете сидеть ждать пока он улетит что ли в твоем с индии а Ну вот. Посольство. Ах ты так, да, тоже шпион нас отправил. Вот. Меня подставили. Давай, поменяй за 200 золотых. Что себе? Ну что ты хочешь, ну? Я хочу открыть быстрее Патригород. Города не растут. Ну у меня сейчас Сиан 4 хода растет до 20. Я наконец-то построил пригород. Ну вот сидят. Давайте еще культуру. Вот так сделаем. Культура, производство, наук. А, Леш, че-то открыл этот самый хлопот. А, да. Ща. Кинул. Кинул. Ну, у меня... Ну, у тебя давай заключи через все еще гриминт. Ну, русский говорит, что с Египтом удалось, я так понял, нет? У нас с Индией... Мы даже не встретились. У нас с Индией... Это... Научное соглашение. А как вы это сделали? Ну, секрет. Секрет нашей научной дружбы. Которая будет длиться веками. Правильно, Индус? Че, вы? У тебя 71 науки, молчи. У меня 142, молчи сейчас. Ну, и пускай. То есть вот сразу... У меня... У меня двойной шарап. Кто хочет позваться. Французам понятно, почему не могу заключить соглашение. Потому что денег нет. А почему с англичанином я не могу? Постольство у нас есть. Отношения у нас хорошие. Хороший вопрос. Вот мне тоже интересно. Есть, я не понимаю. А денег у тебя достаточно? Я не посмотрел. Я Лешу Олегского спрашиваю. Ну, у меня 1600 на данный момент. А сколько нужно? У меня сейчас 320. Подожди. А-а-а, должны быть в альянсе. Короче, тут написано. After research scientific theory to allied or declared flair... А, еще декларацию дружбы должны. Нет, альянс. Типа тут либо альянс, либо заключение дружбы. У тебя альянс дружба. У меня с Египтом альянс, но почему-то... Либо я ему предлагаю, но вот ответ как бы... У тебя денег нет, это понятно. Слушай, а у меня... Я могу тебе без альянса кинуть research agreement, кстати. Вот у меня появилась с тобой. Сейчас ход начнется. Не, я тоже могу кинуть, но я не мог осетить сделку. Так, да, не мог, сейчас я гляну. Если ты можешь прыгать от этого ландинга, это хороший ландинга. Если ты используешь альянс на следующий день... Короче, я так понимаю, что это можно только тем кинуть, у кого улыбочка есть. Вот если есть улыбочка... Слушай, подожди, подожди, стой, подожди, не кидай. Во-первых, у меня у тебя нет посольства. Вот я сейчас кидаю у тебя посольство. Прими его, пожалуйста. Так, подожди, а принял почему-то индус. Нет, иди, ты мне кидал. Так, хорошо. Теперь у меня появилась research agreement, и у тебя тоже research agreement. С твоей стороны. Я могу выбрать какую... Ну, только одна теха. Ты... А, ты знаешь, почему я не мог accept кинуть? Тебе надо нажать на research agreement, и там выбрать теху. Понял? Все, я тебе кинул. Я тебе кинул. Просто эта теха у нас двоих тогда получит эврику. Все, ура. О, смотрите, как быстро индус забился на второе место по науке. Реально лучше соглашение, что-то быстренько работает. Смотри, в науке индус. Тоже на втором месте. У тебя грюки, она последний мисс. Нет, посмотри, уже в науках, в дереве самом. Могу аэродром постоить. Не знаю, я тоже индус на последнем нарисован. Странно, у меня он втором нарисован. Нет, он имея в виду в дереве Чехологии. Ну, там я просто семьи исследовал. Так, знаете что, давайте еще одного археолога все-таки. Так, где у нас... Вот, начнем вот тут копать. Так, тут тоже археолог? А, нет, здесь я достраивал развлекательные всякие штуки. Так что можно и археолога построить. Здесь археолог построен. Теперь можно коммерческий хаб. Тут плюс три, ну давайте. Хотя, правда, жилье уйдет. Тогда вот здесь, да, на лесе? Что сделать? Так, посланника отправляем. Понимаете, насколько я везучий? У меня не оказалось ни в одном городе алюминия. Ну, тут с ресурсами, прямо скажем, не фонтан. То есть, у меня не селитры, не алюминия. За всю игру. Так, может тебе и не надо. Как бы я хотел самолетиков понастроить. Что-то он громковато, да? Это не справедливо. Зачем-то только, если нет ресурсов. Леша, ты ловенка собрался захватывать, что ли? Нет. Ты собрался... Где этот стратегический палант? Кстати, Леша, у тебя есть алюминий над уазисом. Отлично. Слушай, а ты можешь этого пикинера около Тулы убрать? Русский. А что ты хочешь? Ну, он мешается просто. Ты куда такой толпой лежишь, что ли? Француз, я тебе кинул висающий гримент. Странно, почему я с русским не могу заключить. Русский, а может ты не открыл до сих пор эти научные договора? Да, я сейчас посмотрю. Они же в науке или открыл? Да, в науке. Сколько они стоят? Тоже не на бесконечной неделе, да? Я не заметил, они вообще стоят денег или нет? Прежде не я, да. Что с этого получали? Нет, тут написано, что... Просто чем дороже технологии, тем дольше будет это соглашение длиться. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно. И поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. До новых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова